Фьючерсы рынка ценных бумаг США указывают на повышение при открытии торгов в четверг в связи с тем, что главное влияние сегодня окажут данные из целой серии различных экономических отчетов. Среди прочих предварительный отчет о безработице, который в соответствии с ожиданиями должен составить 270 тысяч, как и на прошлой неделе. Вышедший в 8.30 утра отчет о товарообороте и розничной торговле должен иметь значение в 0,6%. Доллар США остается под давлением. Евро по отношению к доллару США на 0,62% ниже и составляет 1,1085. Фунт стерлинга по отношению к доллару США на 0,04% ниже. Новое значение равно 1,5607. Доллар по отношению к японской иене на 0,31% выше. Соотношение валют равно 124,59. В центре внимания аналитиков агентства пара британского фунта и японской иены курс валют остается выше линии поддержки на уровне 193,80 и продолжает расти. Долгосрочные позиции достигнут внутридневного максимума в отметках 195,05 и 195,40 в продолжении дня. Стоимость драгоценных металлов восстанавливается. На протяжении 7 августа стоимость золота поддерживается в восходящей линии тренда. Нельзя исключать и дальнейшее укрепление металла, хотя все-таки существуют и ограничения. Долгосрочные позиции выше 1,108,8 равны 1,127 и 1,135 в продолжении дня. Серебро на 0,7% ниже и составляет 15,42 доллара за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально на Trading Central Web TV.